В Тверской области продолжается процесс зарыбления водоемов. Очередное такое мероприятие состоялось в Конаковском районе. Правда, на этот раз оно носило скорее профилактический характер. Подробности далее. Как известно, Тверская область является одним из регионов, по которым пролегла первая в стране платная скоростная федеральная трасса. Сейчас строится завершающий участок. Так называемый северный обход вокруг столицы Верхневолжья. Естественно, магистраль проходит и через реки, а значит, их флоре и фауне наносится определенный ущерб. Поэтому никак не обойтись без восстановительных мероприятий. Одной из них провела госкомпания «Автодор», занимающаяся прокладкой М11. Основная цель выпуска водных биологических ресурсов – это компенсация предполагаемого вреда. Места для запуска выбираются в соответствии с рекомендациями Всероссийского научного института рыбного хозяйства и океанографии. Это мероприятие прошло в Иваньковском водохранилище. Молодь привезли, соблюдая специальные условия, такие как температура воды и насыщенность кислородом. За всем внимательно наблюдали инспекторы рыбоохраны Московского окского территориального управления Росрыболовства. В естественную среду обитания было выпущено 25 тысяч особей молоди-стерляди. Но это еще не все. С учетом предполагаемого вреда будет выпущено чуть более 56 тысяч мальков-стерляди. Она веская 3 грамма и планируется полный объем выпуска до конца этого года. Мальки, которые мы выпускаем, полностью соответствуют рекомендациям, данным при рассмотрении проектной документации, при расчете ущерба. Поэтому до конца года в акватории Волги аналогичные мероприятия еще будут проводиться. Всего же за последние 9 лет государственной компанией «Автодор» было выпущено более 2,5 миллионов мальков и молди различных пород рыб. Волги аналогичные мероприятия